Музыка Здравствуйте, это канал Максимадзе И сегодня речь пойдет про старый телефон Nokia 2760 Мне его подогнал Лёха, один из участников моего канала Также владелец канала «Что хочу, то и врачу», возможно вы его знаете И большое спасибо ему за это Вообще он подогнал мне три телефона Это вот этот Nokia 2330, если не ошибаюсь, и Nokia N73 На него я обзор делал уже давно Он работает, но он постоянно перезагружается и это очень бесит А у этого не работает экран Поэтому полностью рабочий у нас, к сожалению, только этот Кстати говоря, это мой первый обзор, который я делаю на другую камеру Можете по качеству, наверное, это заметить Потому что у той камеры я на неё больше снимать не могу У неё аккумуляторы подохли Я не могу их даже зарядить Они тупо заряжаешь, а они всё равно пишут фотоаппарат, что разряжены Снимаю теперь на свой смартфон со штативом И я думаю, будет так даже лучше Надо было, наверное, давно так сделать Значит, вернёмся к этому телефону Вышел он в 2007 году И представляет из себя вот такую вот раскладушку Да, состояние у него не самое лучшее Не хватает одной кнопки Также есть куча всяких потертостей Слезшей краски и всё такое Но телефон работает и работает очень даже целостно Хорошо Значит, по характеристикам Он что из себя представляет? У меня в детстве такого телефона не было Мне его просто Лёха подогнал И вот я делаю на него обзор Значит, прежде чем мы перейдём к характеристикам Рассмотрим его внешний вид Как я уже говорил, такая вот раскладушка Вот в таком цвете А вообще цветов несколько Я точно сколько не знаю Я видел, ещё есть с серебристым цветом Не красным, есть ещё с синим Может ещё какие-то цвета есть Я точно, к сожалению, всё не знаю Вот этот красненький Мне даже, в принципе, нравится Выглядит очень даже неплохо Значит, вот такая вот клавиатура Достаточно удобная Клавиши нажимаются хорошо Здесь находится экран Размером 128 на 160 пикселей ТФТ 65 тысяч цветов отображает Здесь находится динамик разговорный Также есть динамик основной Он находится вот тут Вот здесь вот аж находится Здесь имеется также ещё один экран Он монохромный И он здесь, так скажем, для сервисных нужд Есть камера на 0,3 мегапикселя Она может также снимать видео Максимальное разрешение фотографии 640 на 480 пикселей Камера чисто для галочки В 2007 были камеры и на 3,2 мегапикселя Может, даже на 5 мегапикселей Не помню Но, во всяком случае, камера фоном Это назвать ни в коем случае нельзя Тут камера чисто для галочки Логотип Nokia Здесь, собственно, такая вот крышечка Давайте её снимем И посмотрим на её внутренности Вот здесь находятся ещё разъёмы Здесь ещё была заглушка, но оторвалась Здесь 2,5 мм под наушники Разъём для сервисного кабеля Который, типа, в сервисном центре телефон даёт Чтобы там прошили, что-то сделали И там у сервисных центров будут такие кабеля А так, по сути, к компьютеру не подключаются Такие кабеля можно где-нибудь на Алиэкспрессе, наверное, найти Но я делать этого не буду И наверняка драйвера какие-то нужны Которые я вообще не знаю, где потом буду искать Ну и разъём 2 мм под зарядку Зарядка у Nokia классическая С вот таким вот штекером Вот так вот вставляется Наушников 2,5 мм у меня нету И никогда не было В комплекте они вроде бы не идут Давайте снимем заднюю крышку Снимается она вот так Здесь вот был ещё корпус Вот тут отломалось, видимо Вот так снимается крышка Здесь аккумулятор BL4B Емкость, сейчас мы его посмотрим 700 мА Здесь вот такой вот разъём под SIM-карту Ну и всякие надписи про телефон Ставим крышку назад Собственно, по характеристикам Что ещё телефон из себя представляет По камере Как я уже говорил, можно снимать видео Максимальное разрешение видеосъёмки 128 на 96 пикселей Это совсем мало Он в 2005 году там Например, даже в 2004 Телефоны могли снимать в разрешении 176 на 144 А тут ещё меньше Ну и всего лишь 8 кадров в секунду Это вообще не дело Собственно говоря, поддерживает телефон GSM 900 и 1800 МГц Как вы уже поняли Как вы уже поняли, сим-карта всего одна Тогда две симки Это ещё не модно было Память на 1000 контактов По интернету Здесь WAP 2.0 GPRS Также есть Edge Есть Bluetooth И 24-голосная полифония Поддерживает также MP3 Давайте теперь его включим И посмотрим, как он выглядит Так сказать, изнутри Не понял А чё он отрубился? А, нет А, нет, подождите Хм А Чё-то заглючило Чё-то мы заставки не увидели Давайте выключим Посмотрим ещё раз Кстати, внешне Что-то внешне Вот это вот По интерфейсу Эта моделика Очень напоминает Nokia 1680 Который я обозревал В 2021 году Если не ошибаюсь Здесь Тот же интерфейс Камеру надо сфокусировать На экране Вот Вот-вот Такой же интерфейс Тут Nokia Компания действительно Очень Скажем так Продвинутая Действительно Одна из лидеров На рынке В 2007 Выходила модель N95 Которая вообще Была лучшей На рынке Среди телефонов Ну и тогда Ещё более-менее Функционировал Sony Ericsson С ним Мог потягаться С Nokia Ну и Samsung Начал потихоньку развиваться Симминс К тому времени Уже Слился Практически А вообще Знакомство с компанией Nokia У меня началось С вот такой вот Nokia 1208 Которую моему деду На день рождения В 2010 году Покупали Это кстати Он как раз таки Есть Он и остался Никакой Это не савитой Это он и был До сих пор Работает прекрасно Мы вернёмся К этому телефону Собственно Вот Запустилась Симкарту Я не вставил Потому что Можно и без неё По меню полазать Но В отличие Вот от Но в отличие Вот от 1680 Это телефон Лучше Хотя бы тем Что здесь есть Bluetooth Здесь Bluetooth Нету Что очень сильно Ударяет по удобству По обмену Файлов Здесь Только по MMS Можно файлы передавать А это Извините Не очень Совершенно неудобно Здесь есть Bluetooth Значит Слева Вправо У нас Контакты И Им Память Сим Недоступна Потому что Контакты Не показывают Потому что Не вставили Симку Номеров Нет Клавиши Нажимаются Очень удобненько Работает Телефон На системе Серия 40 Собственно Говоря Здесь у нас Прием Сигнала Но его Нет Потому что Нет Симки Батарейка Ключ Bluetooth Время И даты Давайте Пошаримся По меню Оно такое же Как в 1680 И не только Сообщения Контакты Журнал Звонков Настройки Галерея Мультимедиа Органайзер Приложение Интернет Но еще Было бы Меню Симкар Если бы Она Была бы Вставлена Сообщение Здесь у нас Поддерживается СМС ММС Электронная Почта Даже имеется Ходящий Почтовый Ящик Черновики Исходящие Переданные Сохраненные Такие вот дела Контакты Синхронизировать Можно настроить Можно по группам Разделить Но группы Групп нету Их надо добавлять Быстрый набор Переместить Скопировать Этого и сделать не можем Потому что Нет сим-карты Журнал звонков Все Непринятые Принятые Набранные Адресат Сообщений Можно очистить списки Можно посмотреть Длительность Последний вызов 1.32 секунды Принятые Всего 85 часов Наговорили На этом телефоне Исходящих А это по принятым 85 А еще и Исходящих 47 часов Длительность всех вызов 132 часа Но неплохой Такой лайфтаймер Не знаю Кто Не сам Леха Пользовался Этим телефоном Кто-то из его родных Видимо Я Эти счетчики Не сбрасывал Вот столько По нему наговорили Дальше Настройки Режимы Такие вот режимы Можно их Настраивать Есть тема Но мы их Посмотрим позже Сигналы Здесь довольно Качественный Динамик Но звуки Мы еще Посмотрим Потом Вибровызов Сигналы Сообщения Имеются Звуки Клавиш Ну и Сохранить Нет Справки я не сохраняю По дисплею Фоновый рисунок Можно выбрать Мы их тоже Потом посмотрим Информация О уведомлениях Мультфильм Открывания О кстати А вот это Что такое Экранная заставка Экранная заставка Это понятно Также можно Выбрать Картинку Спящий режим Размер шрифта Можно Услуга Не включена Индикатор Сотый Нужна Сим-карта Если закрыть Телефон То Вот такой Черно-белый Экран Синий Подсветка Появляется На котором Мы видим Никакую информацию А вот такая Вот А вот такая Вот Заставка При открывании Ну неплохо Неплохо Ничего так Что-то я Раньше не замечал Этой Функции Следующее Малый дисплей Экранная заставка Что на ней Можно выбрать Я цифровые часы Поставлю Это будет удобно Спящий режим Но это естественно Обязательно Хотя Если я его Если я его Отключу То То Он хотя бы Часы будет Показывать Постоянно А здесь Хотя бы Подсветка Будет гаснуть Дата и время Соответственно Тут понятно Мои ссылки Это собственно То что На новике Мы настраиваем По функциям Подключенные устройства Есть Блютуз Блютуз Это хорошо Без него Было бы Труднее Вызовы Переадресация Ответ Любой клавише Повторный набор Быстрый набор Услуга Режима ожидания Настройки телефона Есть языки Языка Два всего Русский Английский Чтобы Включить Автоматически Нужна Сим-карта Есть Автоблокировка Так Аксессуары Конфигурация Какая-то Что-то по интернету Видимо Защита Это всякие Пин-коды Ну и Без сим-карты Естественно Никаких Пин-кодов Быть не может Коды доступа Защитный код Ну какой пароль Используемый Я не знаю Защитный код Если не ошибаюсь 1, 2, 3, 4, 5 Нет Тут кто-то Видимо Менял Ну и ладно Ну и Восстановить Собственно Заводские Настройки Галерея Вот более Интересный Раздел Фото Во-первых А это я Это новый Альбом Рамштайн Фоткал Одну фотку Сделал Похоже Видео Видео Не снимали Давайте Кстати Прежде чем Посмотрим Посмотрим файл Посмотрим на камеру Опа Звук затвора Какой-то очень громкий Конечно Теперь Посмотрим А какие вообще Настройки у камеры Можно увеличить Можно включить Ночной режим Какие настройки имеют В качестве Изображения Высокая Длительность Видеоклипа По умолчанию Максимальная Теперь давайте Видео Заснимем Как Ну-ка Как включить Видео А вот Добрый день Добрый день Добрый день Добрый день Это Максимаза Короче Тестирует Видео На Нокия 2760 Окей А теперь Посмотрим Это В Собственно Файлах Есть Также Радио Оно не работает Без наушников Кстати В Nokia 1680 Радио Не было Еще есть Диктофон Мы его не проверили Раз Два Три Четыре Пять Мы проверяем Диктофон На Nokia 2760 Вот так Вот проверили Короче Так Вот Собственно Фотка Еще одна Появилась Какие фотки Годятся Лишь для Просмотра На экране Телефона Так Посмотрим Видео Добрый день Добрый день Добрый день Добрый день Это Вниматы Короче Тестируется Видео На Аббурге 2760 Окей Хорошо Вот так вот Видео работает Звук Конечно Говеный Совсем Музыка Музыки Нету Есть Музыка В сигналах До них Мы еще доберемся Так Есть Темы Есть У нас Стоит Тема Рытм Есть Вот такая Вот Есть Тема Summer Ну и все Три темы А еще Можно выбрать Еще Можно Вот так Вот Сделать Ну-ка Я забыл Как это Делается Сейчас Посмотрим Нет Не так По-моему А Вспомнил Вспомнил Как делать Выбираем Просто Тему И нажимаем Отмены Вот Появляется Вот Такой Вот Рисунок Включаем Радио Вот Появляется Такой Рисунок И Вот Такая Тема По Умолчанию У нас Включается Правда После Перезагрузки Телефона Она Сменится На Ритм Все Таки Собственно Теперь Графика Фоновые рисунки Есть Да Какая Громкость Ём Патерфляй Галакси Гол Лайт Можно их На рабочий стол Ставить Парадайз Рейн Саунд Спидзун Спид Сплэш Шрил Волум Есть Также Заставки А точнее Заставок Нету Может они были Но сплыли Теперь посмотрим Пройдемся По мелодиям Погромче Сделаем Чуть Динамик Достаточно Качественный Блин Динамик Громкий Достаточно Вот это Прям Тема Вот это Тоже нравится Мне Нокио Тема Обычная так ну и пошло заново такой список встроенных рингтонов можно закачивать свои при помощи bluetooth ну и интернет тоже в интернет манипали все что ли кончились так ну и что у нас осталось записи есть принятые файлы а это из предыдущего владельца acdc это я потом узнал что это за песня песня называется the honey roll не будем ее надолго включать потому что авторские права на acdc очень сильные органайзер будильник можно поставить есть календарь календарь весьма удобен дела список дел заметки калькулятор таймер секундомер так приложение вот в интернет я не полезу здесь у нас домашние страницы закладки и так далее я жарится в интернете не буду тем более а мы в него и не сможем зайти кстати тут же нет sim карты давайте даже попробуем ну вот видите нет sim карты мы не можем зайти в интернет приложение дальше собственно игры в игры это собственно говоря это здесь только встроенные а закачанные игры у меня влежат в папке загрузки игры это я смотрю самый интересный раздел для моих зрителей кто смотрит обзоры телефонов действий встроенной игры это фантом какой-то ну как 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 он там называется фантом спайдер фантом спайдер snake x 2 и судоку начнем с фантома фантом спайдер да пофигу вообще начать миссию по-моему я в этой игре не особо разобрался если честно а это такая что-то типа аркады так не только какая только чё-то про импут лак какой-то слишком было завышенный не очень удобно стрелять ой я застрял блин да блин дайте выбраться отсюда ну короче такая вот аркада стрелял к дайте убить паука этого здоровенного когда он уже сдохнет ну короче с этой игрой разобрались такая вот стрелялка что-то я в ней не не освоился нифига снег x2 такая же игра была на ноги 1680 и не только судоку тоже кстати на ночь с 80 есть такая вот змейка все знают что змейка кушает вот эту вот фигню и растет от не от этого сфокусируем камеру на этой змейке также есть бонусы есть полезные есть наоборот есть еще в этой змейке ну-ка еще ну-ка вернитесь змейку режимы если не ошибаюсь куда лабиринты уровень режим игры вот классический уровень уровень надо увеличить пусть будет четыре лабиринты на вот можно играть вот по таким вот с препятствиями со всякими интересными ну и судоку судоку или судоку не знаю как правильно называть новая игра да вообще пофигу я и толком не играл короче как играть в судоку для тех кто не знает нужно вставить цифры в пустые клеточки и эти цифры не должны повторяться в строке в столбце и в области которые вот из шести этих так вот здесь у нас каких цифр не хватает здесь нам не хватает тройки и пятерочки но тройка повторяется в столбце значит здесь пятерка может быть а вот здесь тройка проверить блин я не знаю почему это красный а вот это я по это пометки можно ставить это игра эту игру не так много любит но в принципе позалипать тем кому интересно можно есть каталоги конвертер межные расходы ну и загрузки это те или которые вот я подкачал это бонус и микки сворл который был на ноке 1680 давайте я бонусом покажу потому что бонус это довольно популярная игра ну а если вам интересно на этот микки сворл посмотреть можете ноке 1680 обзор посмотреть там был ну как то не так комфортно в этом телефоне играть в бонус потому что что то какой то низкий фпс тут но фпс низковатый нос но играть тем не менее все равно можно производительности тут явно не хватает ну давайте микки сворл тоже покажу так уж и быть 2021 году этот телефон кстати получил обзор на него делаю только сейчас я не буду историю смотреть мы ее смотрели в если хотите узнать об этой игре чуть побольше то это обзор на ноке 1680 посмотрите там мы смотрели и историю в том числе я эту игру полностью на видео конечно не проходил вот если кому то интересно можете написать в комментариях могу на влоговом канале пройти полностью микки сворл вот на влоговом канале этом принципе могут зайти а так вот надо добраться до самого верха и птичек освобождать постепенненько чем больше мы птичек освободим тем лучше тоже достаточно хорошенькая игра у нее есть еще вторая часть также должна была выйти третья часть но по каким то причинам не была выпущена она собственно ну вроде бы мы все в этом телефоне посмотрели так вот у него выглядит ну-ка вот заставка интересно вот когда появится фиг его он знает но экран со временем потухнет должен я так понимаю да вот он потух в принципе на нем видно на нем в принципе видно под солнечными лучами если попытаться рассмотреть то можно разглядеть вполне ну а так с телефона вроде бы закончить давайте его выключим смотреть функции вот так вот ну что ж ребята такой вот был обзор на телефон nokia 2760 у меня еще есть телефоны на которые я не делал обзоры думаю сделаю обязательно так что с вас так вас подписаться с меня эпичный видос подписывайтесь на мой блог и канал спаде руб вконтакте и всем пока сайт ну а вот у у Редактор субтитров А.Семкин